Николай не из робкого десятка, но идти работать на кладбище смотрителем побаивался. И только острая нехватка денег заставила его пойти на этот шаг. Мне не страшно, не страшно. Как заклинание повторял Николай, когда готовился к своему первому ночному дежурству. Да в конце концов, это же покойники. Что они могут сделать, ничего. Все свои дела, и хорошие и плохие, они уже совершили в земной жизни. Работала камера наружного наблюдения за кладбищем. А чтобы не дать панике ни единого шанса, Николай включил маленький телевизор. Как раз шла комедия. То, что нужно в данный момент, теперь уж точно страшно не будет. До полуночи все было тихо. Лишь только стрелки часов перешли отметку 12, Николай к своему ужасу увидел в обзоре камеры силуэт человека, стоявшего рядом у одной из могил. У него похолодели руки и ноги. Он точно знал, что на кладбище в это время людей нет. Значит это. Покойник, беззвучно прошептал Николай. Он никогда не был суеверным, но сейчас по-настоящему испугался. В следующее мгновение он затрясся со страшной силой, увидев, как рядом с его коморкой с громким лаем пронеслись 4 или 5 большущих псов. При желании им бы не составило труда выбить хлипкую дверь коморки, не оставив от Николая и следа. Собаки понеслись к тому же месту, где раньше он видел человеческий силуэт. На следующий день Николай принес заявление на увольнение. И это все, что ты увидел? Пригрезившуюся тебе тень до пару тощих собак? Отговаривал его от этого шага начальник Михаил Владимирович. Не могу я тебя сейчас отпустить, Николай, не могу. Ну нет у меня работников пока на замену. Я тебя прошу, поработай еще хоть немного. Знаешь что, давай на этой могиле, где ты видел силуэт, установим маленькую камеру. А на следующий день посмотрим, что там происходит. Наверняка, там какая-нибудь ерунда. Обхохочемся еще с тобой. Договорились? Николай, нехотя, кивнул головой. Сегодняшней ночью ему было совсем не до смеха. При установке камеры на могиле, так испугавшую Николая, увидели надпись на памятнике. Давно, 43 года назад, здесь были похоронены отец с сыном, разница между датами составляла всего месяц. Рядом с могилой лежал клок собачей шерсти и заметно примятая трава. Говорю же тебе, Михалыч, кто-то здесь был ночью. Не пригрезилось мне, нет. Не переживай, Николай, сегодня все и выясним. Днем среди посетителей кладбища никто не обратил внимания на неприметную в толпе маленькую, сухонькую бабушку в изношенной одежде, не по сезону. Она всем своим иссохшим телом прильнула к памятнику. И целовала фотографии. Вернее то, что от них осталось. Лица любимых людей на фото стерлись от времени и непогод. Но не стерлись из памяти пожилой женщины. Для нее любимые люди всегда родные и живые, словно все случилось вчера, а не сорок с лишним лет назад. Звали бабушку Анна Васильевна. Так случилось, что в один год она похоронила и сына, и мужа. Сыночек Егорка в неравном бою погиб в горячей точке. Сердце мужа Семена остановилось через месяц после ухода Егора. Не выдержало свалившегося горя. На долю Анны Васильевны выпали еще более страшные испытания, чем на мужа и сына. Ею похоронил единственный внук, Анатолий, только заживо. Анна Васильевна до сих пор не могла понять, за что заслужила такое адское наказание. Она всю жизнь проработала учительницей в школе. Жила в квартире, которую получила от государства за большой стаж работы. В прежние времена существовала такая практика предоставления жилья. Когда случилось страшное горе, потери семьи, Анна Васильевна сумела взять себя в руки и жить дальше ради памяти близких и ради внука Толи, кровиночки, сына Егорушки. Да только не захотели с ней общаться, ни Наталья, жена сына, ни внук Толя. С самого начала, как только Егорка познакомился с будущей женой Натальей, Анна Васильевна сразу почувствовала неладное. Нехороший, она человек, Егорушка, ой, нехороший. Только выпить и погулять охотку имеет. А больше ничего. Мамуль, ну ты что? Красавица, она и умница, люблю я ее, отвечал сын. Анна Васильевна, человек кроткий, никогда не хотела силой навязывать свое мнение. Раз Егорушка так решил, значит так тому и быть. И все-таки Анна Васильевна оказалась права. Недолго Наталья погоревала после смерти мужа. Уже через три месяца занялась устройством своей личной жизни. Сына Толю совсем забросила, его воспитывала улица и плохие компании, в которые он регулярно попадал. Вот и вырос наглецом и лентяем, без совести и уважения к старшим. Хоть Наталья и делала попытки отправить сына на лето к Анне Васильевне, чтобы не мешал ее личной жизни, но ни к чему хорошему это не привело. И трех дней Толя у бабушки не пробыл, запросился обратно. Эта училка надоела совсем. Только и слышу, учи, занимайся. Вырастешь, настоящим человеком будешь. Забери меня от нее. Прошли годы. Наталья живет с пятым по счету мужем в деревне. Ей как всегда нет дела ни до сына, ни до Анны Васильевны. Чего не скажешь о Толе. Он вдруг через 40 лет посереть, лето нагрянул к бабушке, но не в гости, а за квартирой. Как увидел Анну Васильевну, так и закричал, твое место давно на кладбище. Почти 90 лет, а все еще ползаешь, ни себе, ни людям. Мои друзья давно унаследовали от престарелых родственников квартиры, а я дождаться не могу. Нам с женой Леночкой уж скоро по 50 лет будет, а жить все негде. По съемным квартирам скитаемся. Купить ни на что, а тебе вон бесплатно квартирка была предоставлена. Пожалуйста, на те. Даю тебе год последний, думай. Или в дом престарелых, или в рай. Толечка, но ведь я еще живая пока, меня в рай не примут. Слушай, не доводи до греха. Уходи по добру, по здорову, а то ведь голодом заморю, еще хуже будет. Только не вздумай на меня полицию натравить, у меня столько там знакомых тебе и не снилось. Помогут мне, а не тебе. Анна Васильевна разрыдалась от унижения и бессилия. Внук уехал, а старушка осталась наедине со своим горем. Даже поделиться бедой не с кем. Подруг, соседок по дому давно уже не осталось. В этом году Анне Васильевне стукнуло 88 лет. Кто бы мог подумать, что на склоне жизни ее верными друзьями станут обычные дворовые собаки. Федю, тощего и обессиленного, старушка нашла возле помойки еще год назад. Он был так слаб, что не мог даже головы поднять. Анна Васильевна его выходила, выкормила. Затем появились еще три пса, Альма, Трезор и Веня, которые умирали на улице от голода. Анна Васильевна вовремя подоспела и собаки были спасены. Она кормила и лечила животных, тратя на них и без того небольшую пенсию. В ответ собаки отвечали ей лаской, любовью и верностью. С ними старушка и коротала дни, не чувствуя себя одинокой. «Спасибо, хоть вы меня поддерживаете», – благодарила Анна Васильевна своих питомцев. Правда, соседи по дому не разделяли ее благих намерений. Совсем старуха из ума выжила. В подъезд страшно заходить из-за ее волкодавов, шептались люди за спиной Анны Васильевны, или прямо в лицо бросали ей злые слова. Но их нелестные высказывания были ничто, по сравнению с той болью, которую нанес ей родной внук. Хотя с точки зрения закона, беспокоиться было не о чем. Анна Васильевна имела все права на квартиру. И любой суд стал бы на ее сторону. Но внук так запугал старушку, что она жила в постоянном страхе, вздрагивая от любой громко хлопнувшей двери. Ни о каких судах она даже не помышляла. Для пущей острастки мужчина прикрепил на стену календарь, заставляя каждый день отрывать листки, как знак того, что год скоро закончится. А значит и время пребывания Анны Васильевны в этой квартире тоже. Женщина твердо решила, что не будет дожидаться дня, когда приедет Анатолий. Она уйдет раньше. Но только не в дом престарелых, а к своим любимым людям, мужу Семену и сыну Егору. Так в горьких раздумьях и в заботе о подопечных пролетел год. Анна Васильевна не умерла, продолжала жить. Значит, Богу так угодно. Видимо, Семен и Егор еще не были готовы к ее приходу. А она подождет, просто будет находиться рядом с ними. На кладбище. На календаре оставались три последних листка. Анна Васильевна начала собираться в путь. Все вещи, что она взяла для себя, вошли в одну сумку, а в другой она несла корм для своих верных друзей. Путь на кладбище пролегал через пустырь, но с группой четвероногой поддержки, всегда готовой броситься на помощь, Анне Васильевне ничего не страшно. Занималось летнее утро, вот-вот лучи солнца выглянут и осветят землю. Мои, наверное, уже встали, улыбнувшись, подумала старушка. Раньше Семен, а потом и Егорка поднимались рано. Муж часто повторял, если долго спать, так и всю жизнь проспать можно. Не нужно разбрасываться временем. Оно бесценно. Вот, дорогие мои. И я к вам пришла. Теперь всегда буду рядом. По морщинистым старческим щекам потекли слезы. Столько лет прошло, а она помнит, каждое мгновение, когда, стоя именно на этом месте, она провожала в последний путь самых близких людей. Весь день Анна Васильевна трудилась над могилками и без того ухоженными ею. Она разговаривала с родными. Прочь усталость. Сказала Анна Васильевна сама себе, едва не падая после проделанной работы. Она всю жизнь была очень трудолюбива и никогда не ныла, как ей тяжело. И сейчас не будет этого делать. Единственное, Анну Васильевну заботила проблема, где помыть руки, помыться. Она не хотела превращаться в грязную, потливую бомжиху. Но и здесь женщина не растерялась и нашла выход. Неподалеку есть небольшая ночлежка для бездомных и вокзал тоже рядом, где можно привести себя в порядок. Именно это и намеревалась сейчас сделать Анна Васильевна. «Пойдемте», — сказала она своим верным четвероногим друзьям. И все пятеро, молча, прошествовали к выходу с кладбища. Вернулись обратно, когда стемнело. В темноте легче остаться незамеченными от людских глаз. «Ну что, нужно устраиваться на ночлег», — сказала Анна Васильевна. Она вытащила из сумки старое одеяло, расстелила его на траве рядом с памятником. Сверху накинула на себя тоненькую накидку. Вот и место для сна готово. Женщина осторожно легла. А рядом со всех сторон ее обнимали собаки, так она спасали Анну Васильевну от ночной прохлады, согревая теплом своих тел. Она заснула легко, как ребенок. Во сне ей казалось, что сын и муж сидят подлине ее. «Аннушка, здравствуй», — сказал муж Семен, — «вижу, как тебе тяжело. Но ты же у меня, молодец. Всегда с трудностями справлялась на отлично. И здесь справишься, родная. К нам тебе еще рановато. Скоро сама узнаешь почему. Все будет хорошо. Мамочка, мы тебя любим», — откликнулся сынок Егорка, — «живи, дорогая. А мы будем тебя оберегать. Прости, что тебе пришлось страдать. Скоро кончится черная полоса, очень скоро. Будет еще радость в твоей жизни. А потом, когда придет время, будем все вместе». Когда Анна Васильевна открыла глаза, ей казалось, что она в раю. Над головой у нее разлилось ослепительно-голубое небо, пригревало приятным теплом солнце, а на душе было так легко и радостно, словно сам Господь коснулся ее руки. Лишь когда питомцы зашевелились около нее, разминая затекшие от долгого лежания лапы, Анна Васильевна поняла, что она все еще здесь, в земной жизни. Но возникшее чувство спокойствия, умиротворения и благодати осталось. Утро старушки началось с радости и день выдался таким же приятным и безмятежным. Как будто ее любимые люди были незримо с ней. Конечно же, она не забывала о своих четвероногих питомцах. Для нее главное, чтобы собаки были сыты и здоровы. Анна Васильевна не могла сидеть без дела. Сегодня она до блеска отмывала памятник. А во второй половине дня, старушка и ее собаки, как обычно, ушли за пределы кладбища в город, прогуляться и привести себя в порядок. Со стороны это зрелище выглядело как минимум странно. Люди, попадавшиеся навстречу, удивленными взглядами смотрели на тощую, маленькую старушку и идущих рядом с ней четырех большущих псов. Некоторые, не стесняясь, крутили пальцем у виска. Но Анну Васильевну это нисколько не задевало. Она прекрасно знала, что многие считают ее ненормальной. Женщину расстраивало другое. Еще с утра она начала покашливать. Сказалась ночь, проведенная на земле. К вечеру кашель усилился. А ведь когда-то давно она тяжело перенесла воспаление легких. Учитывая возраст, для нее совсем нежелательно заболеть снова. А тут еще одна напасть. К ночи пошел дождь. Мелкий, неприятный, затяжной. Несмотря на это, Анна Васильевна расправила свою новую постель и легла. Собаки вплотную обступили ее. Но только это все равно не спасло от дождя. Одеяло и одежда быстро промокли, шерсть собак тоже стала сырой. Чтобы дождь не барабанил по ее лицу, старушка уткнулась головой в одну из собак и забылась в обрывочном сне. Утром вышло яркое солнце, окутавшее землю теплом. Собаки давно проснулись. Но, увидев, что Анна Васильевна не просыпается, сразу почуяли неладное. Слышны были лишь едва заметное дыхание и хрипы старушки. Собаки мигом вскочили и побежали искать людей, чтобы позвать на помощь. Им, конечно, было невдомек, что смотритель Николай и начальник кладбища Михаил Владимирович, как раз вчера установили у памятника родных Анны Васильевны маленькую видеокамеру, чтобы посмотреть, что происходит здесь ночью. В тот момент старушка была в городе и, конечно, не догадывалась, что теперь находится под наблюдением. Сегодняшним утром Николай намеревался посмотреть, что запечатлено на пленке. То невероятное, что его так напугало в первое дежурство. Но не успел. Николай под утро задремал и проснулся от громкого лая собак около коморки. «Да что им здесь надо?» Заколебали уже, раздраженно крикнул он. Схватил на всякий случай лыжную палку, непонятно зачем, валяющуюся в углу коморки, и распахнул дверь. «Боже мой!» На пороге стояло четыре большущих пса и, умоляюще, смотрели на него. Чувствуя, что Николай застыл в оцепенении, одна из собак аккуратно потянула его за штанину брюк, всем видом, показывая, что нужно куда-то спешить. «Наверное, что-то случилось. Собаки, тем более дворовые, не будут так переживать за постороннего человека», – подумал Николай и, не раздумывая больше ни секунды, пошел следом за ними. То, что он увидел около могилы, повергло в шок. На секунду у Николая пропал дар речи. Он даже представить не мог, до какого отчаяния может дойти человек, чтобы жить на кладбище. Николаю показалось, что пожилая женщина не подает признаков жизни. Она не дышит. Пульс не прослушивается. Но все же через секунду он услышал слабое сердцебиение. Тут же мужчина вызвал скорую помощь. Слава богу, скорая приехала быстро. Старушку погрузили на носилки и понесли внутрь машины. Собаки не находили себе места от горя. Они пытались запрыгнуть в скорую. «Вы что, с ума сошли? Уберите отсюда своих волкодавов!» – раздраженно крикнул врач Николаю. Собаки разом взвыли, а потом с громким, разрывающим душу лаем, помчались вслед за уезжающей машиной. Даже Николай, грубоватый мужик, которого мало чем удивишь, прослезился из-за увиденного. Анну Васильевну привезли в больницу едва живую. Прогнозы врачей были самые неутешительные. Внезапно случивший инсульт на фоне стремительно развивающейся двухсторонней пневмонии грозил обернуться летальным исходом. Целых два месяца женщина пробыла в реанимации. Никто из медицинского персонала не верил, что в таком возрасте она сможет преодолеть серьезную болезнь. Однако к всеобщей радости Анна Васильевна начала потихонечку идти на поправку. Через три недели пожилую пациентку перевели из реанимации в общую палату. За время нахождения в больнице женщину никто из родственников не искал. Лишь медсестры перешептывались друг с другом, вот так живешь, ничего плохого не делаешь, а потом оказываешься выброшенной на кладбище. Если бы они знали, как правы, то, наверное, возгордились бы собой. Когда Анна Васильевна начала чуть-чуть говорить, хоть и путая буквы и слова, врач спросил, есть ли у нее родственники. Женщина в ответ разрыдалась, отрицательно качая головой. Она ничего о себе не хотела рассказывать. Лишь постоянно спрашивала, где мои собачки. Как они без меня? Кто их кормит? Не переживайте, Анна Васильевна. Найдутся ваши собачки. Не пропадут, утешал ее весь персонал больницы. Главный врач Иван Павлович, конечно же, был наслышан о странной старушке, живущей на кладбище. Он очень ответственный и неравнодушный к чужим бедам человек. Куда ж она пойдет после больницы? Опять на кладбище. Но такого быть не должно. Может, полиция разберется в этой истории. Участковый Сергей Савельев прибыл в больницу на следующий день. Только недолго, Сергей Андреевич. Пациентка еще очень слаба, предупредил полицейского лечащий врач Анны Васильевны. Участковый, молча, кивнул и зашел в палату. Маленькая, сухонькая старушка лежала на больничной койке. Услышав стук открывающейся двери, она не сделала попытки подняться. Как будто была в потустороннем мире и не хотела возвращаться в реальность. Лицо Анны Васильевны показалось Сергею знакомым, да более знакомым. Вдруг его осенило. Это же его учительница. В старших классах она преподавала русский язык и литературу. Но классу, где учился Сергей, повезло больше всех. Анна Васильевна была классным руководителем. Причем таким, что обзавидуешься. Ребята в ней души не чаяли. Анна Васильевна, здравствуйте. Вы меня слышите? Да. Слабым голосом ответила старушка. Вы меня, наверное, не помните. Я вашим учеником в школе был. У Анны Васильевны была отличная фотографическая память на лица. И даже в таком почтенном возрасте она ее не растеряла. Подумав буквально секунду, тут же ответила Сережа Савельев. Мужчина изумился и обрадовался. Его помнят столько лет. Анна Васильевна, я ведь к вам по делу. Знаю, что не хотите об этом говорить. Но нужно, дорогая, нужно. Женщина все поняла. Она рукой провела по морщинистому лицу, пытаясь смахнуть слезы с глаз. Участковый не отступал. Сергей Андреевич считал своим долгом помочь Анне Васильевне. Нельзя вам жить на кладбище. Нет. Смотрите, как вы здоровье подорвали, еле ведь спасли. Спасибо врачам. А зачем меня, Сереженька, спасли? Я бы сейчас уже со своей семьей была, мужем и сыном. Собачек вот только жалко. Сергей Андреевич знал, какое горе случилось у Анны Васильевны. Да не только он, вся школа знала. И искренне сочувствовали ей тоже все. Анна Васильевна, вы не правы. Не такой участи ждут от вас муж и сын. Хотя бы ради них расскажите, что случилось. Не выдержав, сквозь слезы женщина рассказала участковому о своей трагедии. Даже Сергею было тяжело слышать о немыслимой жестокости внука Анны Васильевны. Что же пришлось выслушать и пережить хрупкой старенькой женщине, страшно даже было подумать. Анна Васильевна, я вас прошу, не бойтесь больше ничего никогда. Помните, на любую силу найдется другая сила. Я разберусь во всем и расскажу вам. Только поправляйтесь, прошу. Сережа, а собачки? Где они теперь? И собачек тоже найдем. Обещаю. Сергей улыбнулся и обнял Анну Васильевну. Шли дни. Врачи не переставали удивляться успехам пожилой пациентки. Откуда в этом изношенном годами и измученном несчастьями организме находились силы, чтобы жить. Но как бы то ни было, Анна Васильевна медленно, но верно шла на поправку. Прошло две недели. И вот уже оставалось несколько дней до выписки Анны Васильевны из больницы. Утром женщина проснулась в хорошем настроении. Сон был сладостным и умиротворяющим. Ей снова приснились муж и сын, они улыбались и светились от какой-то необъяснимой радости. Днем в больницу пришел участковый Сергей Савельев. Анна Васильевна, здравствуйте. Вот и я, как обещал. Как вы себя чувствуете? Хорошо, Сереженька, хорошо. Сергей не знал, как рассказать новости пожилой женщине, чтобы ее не хватил сердечный приступ. Ведь новости были сногсшибательными. Дорогая Анна Васильевна, я и мои коллеги все выяснили и мне есть, что вам сказать. Готовы меня выслушать? Женщина кивнула в ответ. Анна Васильевна, вы сможете после выхода из больницы вернуться в свой дом, в свою квартиру. Никто никогда вам не будет больше угрожать. А как же Анатолий? Сергей Андреевич долго сомневался, говорить или нет про него Анне Васильевне. Но все-таки решил сказать. Нет больше Анатолия. Полгода как нет. Внезапно умер, тромб оторвался. Несмотря на ужасные страдания, которые Анатолий так безжалостно причинял, по щеке Анны Васильевны скатилась слеза. Ну вот, последняя кровиночка от меня ушла. Нет, нет, не последняя, возразил Сергей Андреевич, у вас есть внук и трое правнуков. Как? У меня? Не может быть. Воскликнула изумленная Анна Васильевна. Это правда. И выяснилась она благодаря моему сослуживцу, Александру. Его отец, Евгений Николаевич, служил вместе с вашим сыном, Егором. Были она друзьями. Делились даже самым сокровенным. Еще до отъезда в горячую точку, фактически распалась семья Егора с Натальей. А вскоре он познакомился с Катей, скромной деревенской девушкой. Они хотели расписаться, как только Егор вернется с войны. Но не случилось. Катя была даже на похоронах Егора, но не посмела подойти к вам. Знала, что вы не признаете случайные связи, гражданский брак. Испугалась. Перед отъездом Егора Катя забеременела и родила сына Михаила, уже после того, как Егор погиб. Сейчас у Михаила трое детей, ваши правнуки. По лицу Анны Васильевны текли слезы, она даже не пыталась их скрывать, потому что это были слезы счастья. Она ни секунды не сомневалась в правдивости слов Сергея. Анна Васильевна, спохватился участковый, я же фотографии вам принес. Старушка взяла первую фотографию в руки и обомлела. На нее смотрел Егор. Это Михаил, сын Егора, увидев недоумевающий взгляд женщины, сказал Сергей Андреевич. Как же похож на Егорушку, воскликнула Анна Васильевна. А вот еще фотография. Это единственное фото Егора и Кати. У Анны Васильевны задрожали руки, когда она взяла этот драгоценный снимок. И еще фотография. Это Михаил с семьей, женой и детьми. Женщина не могла насмотреться на счастливую семью. А они живы? Конечно, Анна Васильевна, все живы. И Катя, и внук, и правнуки. Все хотят с вами познакомиться. Два дня перед выпиской из больницы пролетели незаметно. Анна Васильевна пребывала в приподнятом настроении. Ей даже показалось, что она помолодела лет на 15. Провожать женщину вышел чуть ли не весь персонал больницы. Когда Анна Васильевна увидела, кто ее встречает, казалось, что сердце выпрыгнет из груди. На всех парах к ней мчались ее любимые четвероногие питомцы, их радости от долгожданной встречи с хозяйкой не было предела. А потом ее ждало настоящее чудо, красивые, молодые люди, которые очень-очень скоро станут для нее самыми любимыми и дорогими. Анна Васильевна вспомнила слова мужа и сына о том, что ее ждет большая радость. И вот эта радость пришла, большая и безграничная. Она подняла глаза к небу и прошептала, спасибо, любимые. В этот момент земля озарилась ярким солнечным светом. И Анна Васильевна поняла, что счастлива, несмотря ни на что. Субтитры создавал DimaTorzok